Я начну своё выступление, позволю себе с такой цитаты, поймите её правильно, я никого не хочу обижать, но это цитата, которая касается высказывания физика с мировым именем Резерфорда, который сказал такую любопытную вещь, что если учёный не может объяснить уборщице, которую убирают у него в кабинете, чем он занимается, значит он сам не понимает, чем он занимается. Поэтому для того, чтобы понять суть контрастов, надо глубоко погрузиться в эту тему. Нельзя запомнить, что не копит, значит это онкоцитома, копит, значит это ангиомиолипома и так далее. Надо понять логику событий, которые происходят в конкретном органе при введении контрастного вещества. А логика это будет опираться на сосудистую архитектонику, на патоморфологию, на патофизиологию, потому что мы вводим контраст в сосуд, и соответственно сосудистые реакции, сосудистые движения, вернее, движения контраста по сосуду, оно нам будет и отражаться на экране. Всем вам известно, что ультразвук это метод, это волновая методика, когда волна выходит из ультразвукового датчика и дальше взаимодействие с тканями дает ответный эффект, который формируется в ультразвуковое изображение со всякими прочими возможностями, которые будут уже наслаиваться на эту физику. Это будет сонноэластография, это будет доплерография. Не касаясь других методов использования ультразвука, так скажем, в смежных специальностях, когда проводятся ассоциированные методики, узкоспециальные ультразвуковые методики, бункционные биопсии. И остановлюсь вот на этом, так скажем, варианте построения изображений с применением эхоконтрастного препарата. И все это, собственно говоря, вот эти все ультразвуковые методики, они являются ветвями одного большого раскидистого дерева, в основе которого лежит ультразвуковая картина, формирующаяся в Б-режиме. Совершенно правильно сказал доктор Роман Андреевич о том, что мы должны сначала в Б-режиме что-то увидеть, а потом уже это контрастировать. Контрастировать что-то на всякий случай, это тут не получается. И если говорить о задаче лучевого диагноста, любого лучевого диагноста, компьютер, рентген, магнитно-резонансная томография, ультразвуковая диагностика, эта задача состоит в том, не просто выявить образование, а сказать с какой-то долей вероятности, желательно, чтобы эта доля вероятности была больше, какого характера это образование, злокачественное оно или доброкачественное. Причем желательно сделать это не больно, не страшно, быстро, экономично и безвредно для пациента, то есть без лучевой нагрузки, без нефротоксических воздействий, которыми обладают рентгеновские контрасты и отчасти магнитно-резонансные контрасты, для того, чтобы получить ответ на наш вопрос. Что-то я запуталась так. Дальше. Теперь вот мы с вами имеем две системы, которые нам обеспечивают эхоконтрасты. То есть у нас есть сосудистое русло, куда мы ввели контраст. Болюсом это заводится. И дальше, что происходит, останавливались на этом наши специалисты по техническому, по материальной части, так назовем, которые рассказывали нам о, так скажем, оснащении техническом, этого самого процесса контрастно-усиленного ультразвукового исследования. Напомню вам, что ультразвук – это волна. Причем волна продольная. То есть идет вот такое движение ультразвуковой волны, которое чередуется с периодом сжатия и с периодом растяжения. И за счет этих периодов у нас возникает, по сути дела, эффект кавитации с пузырьками, который не назвали, но суть его заключается в следующем. Когда волна расширяется, то пузырек увеличивается в объеме, потому что давление на него уменьшается. Когда волна проходит в зону уплотнения, то пузырек лопается или деформируется. И в результате этого выделяется энергия, которую и ловит ультразвуковой датчик, трансформируя в ультразвуковое изображение. Длится это все очень недолго. Пузырек, в конце концов, лопается, прекращает свое существование и заканчивается его жизнь в организме пациента. Все, пузырьков там больше нет. И вот эта вся история происходит у нас в тканях, давая различные виды изображений. Касательно характеристик изображений, наверное, тут тоже надо прийти к какому-то консенсусу. Потому что эти названия, они должны отражать суть явления. И поэтому гиперохогенная, гипоэхогенная, гиперваскулярная мне представляются не вполне удачным. Гипоэхогенная неудачна потому, что иногда бывает изображение объекта в B-режиме гипоэхогенная, а когда вы контрастируете, она становится ярким, гиперохогенным. То есть вот это гипер и гипер в одном предмете, оно может привести к путанице. Поэтому, опять же, касаясь гиперваскуляризации. Да, мы как бы априори предполагаем, что там высокая степень воскуляризации, но, тем не менее, это все-таки гистологическая составляющая. Поэтому мне представляется, что надо пользоваться скорее гиперконтрастированием, гипоконтрастированием, неоднородное контрастирование для того, чтобы внести ясность в терминологию. И, как я вам уже сказала, для того, чтобы оценивать те события, которые происходят в органе, мы должны понимать, что происходит с сосудистыми структурами, с сосудистой сетью в этом органе, что происходит с кровоотоком. Поскольку это событие у нас связано с двумя параметрами. Это время, то есть время появления контраста, время вымывания контраста. То, безусловно, у нас будет фигурировать время. А вторая составляющая – это яркость накопления контраста в данном образовании. Поскольку мы с вами сейчас будем обсуждать вопросы контрастирования очаговой патологии печени, то мы не можем пройти мимо освежения такого важного вопроса о том, как расснабжается печень. Потому что это важный морфологический и функциональный компонент. Как вам известно, что артериальная кровь притекает по артерии гепатикопроприя. Давление в ней 100 мм, кровоток 400 мм. И большой объем кровотока поступает по воротной вене, объем 1200 мл. Теперь по временным показателям. Болюс вошел в вену. Через большой круг кровообращения доходит до артерии. И первая порция контраста поступает в печеночные ткани. Чуть позже, на некоторый период времени, подходит контраст, который пришел по воротной вене. И он тоже участвует в контрастировании тех образований, которые имеются в печени. После этого в синусоиде, а это печеночная долька здесь представлена, два сосуда, посмотрите, вот они подошли. В синусоиде кровь у нас смешивается, артериальная и венозная. Замечу, что и воротная вена тоже осуществляет артериальный кровоток. Для некоторых это оказывается новостью. И дальше эта кровь поступает в центральную вену, которая, собственно, является прообразом печеночных вен. То есть транзит какой? Артерия гепатикопроприя, первая порция, вторая порция воротная вена. И все это вытекает через печеночные вены в нижнюю полую вену. Поэтому для оценки кровотока или оценки контрастирования, правильнее сказать, выделяют такие фазы при оценке патологии очаговой печени, как артериальная, портальная и некая поздняя фаза. Эти фазы имеют свои временные границы. И вот так это представлено на графике. То есть артериальная фаза наступает, как правило, от 10 и длится до 35 секунд. Портальная опаздывает на 30 секунд и длится до 120 секунд. И поздняя – это более 120 секунд. Иногда она длится до 6 минут. Она специально выделена, потому что были выявлены особенности кровоснабжения в очагах печени именно в это время, в эту пазу. Как же оценивается яркость формирования изображения? Выделяют так называемый период поступления контраста или wash in. Иногда его дают аббревиатуру вот такую. Это от момента появления контраста до достижения максимума. Дальше идет фазовое вымывание, wash out. Это уменьшение яркости до полного исчезновения контрастирования. То есть был контраст, и контраста не стало. И, кроме того, оцениваются и количественные показатели. Таким образом, посмотрите, как раз я об этом вам говорила. Образование в B-режиме гипоэхогенное. При контрастировании в артериальную фазу оно гиперконтрастное. Потому что если мы его назовем гипоэхогенное, а тут оно стало гиперэхогенное, это вводит некую сумятицу. Дальше мы видим изоконтрастное. Потому что окружающие ткани имеют одинаковое накопление контраста в данную секунду времени, как и в этом очаге. Поэтому мы его не видим изоконтрастный. И дальше наступает фаза, стадия вымывания, wash out. И мы видим, как печень еще держит контраст, а в этом очаге контраст начинает уходить. Если касаться злокачественных образований, то необходимо определить следующие их особенности. Первая особенность заключается в том, и самое главное, что злокачественное образование снабжается артериальным кровотоком. То есть по артерии гипотикопроприя кровь попадает в злокачественный очаг. Карактеризуется очень высокими скоростными показателями. И по сути дела это звучало сегодня достаточно четко. То есть онкологический злокачественный очаг быстро накапливает и быстро выбрасывает из себя контраст. И особенность заключается еще в том, что нет кровоснабжения через портальную вену. Это очень важно. Если остановиться на неолангиогенезе, необходимо помнить следующие моменты. Что пока опухоль маленького размера и не имеет собственной сосудистой сети, а это может продолжаться в разные промежутки времени, продолжительность времени, она будет получать кислород и подпитываться способом диффузии. Получает кислород от рядом проходящего артериального сосуда. Иногда маленькая опухоль может подпитываться таким же образом от рядом проходящей ветки воротной вены. Вот такая особенность тоже существует. Потом идет сигнал от этой опухоли и начинается процесс неоангиогенеза. Провоцируется рост сосудов, которые подходят к этому маленькому очагу. Питание его существенно увеличивается, улучшается, и он начинает бурно увеличиваться в размерах. Посмотрите, вот здесь представлены разные варианты. Нормальная сосудистая сеть и сеть неоангиогенеза, потому что эти сосуды растут хаотично. Вы знаете, скажем, корзинчатый кровоток в почке описан, когда сосуды располагаются хаотично. Ну и в других органах, собственно, тоже. Теперь, если касаться вопроса злокачественных образований в печени, остановимся на следующих моментах. Что основная масса – это все-таки метастазы. Если сказать опухоль печени и метастазы, безусловно, метастазы чаще встречаются. Они встречаются чаще в обеих долях, чаще множественные, чем одиночные. До трети метастазов имеют очень маленький размер. И обратите внимание на эту последнюю позицию, что 50% метастазов располагаются в подкапсульной зоне печени. Иногда эта зона выпадает из достаточно объективного осмотра ввиду погрешности в настройке аппарата. То есть фокус может быть не отрегулирован. Вы смотрите где-то в средних отделах, а поверхностные, близко к датчику расположенные очаги, могут плохо визуализироваться. Теперь поговорим о следующем моменте. Понятно, что происходит, если говорить про метастаз, это самая ситуация. То есть сначала локус, потом диффузия, потом ангионеогенез, и дальше рост этого опухолевого образования, в данном случае метастаза. Как я вам уже говорила, мелкие метастазы могут снабжаться диффузией из воротной вены, и при значительной длительности существования этого метастаза могут формироваться дегенеративные изменения в нем, то есть зоны некроза, тромбоза в центральных отделах, что приводит к формированию авоскулярной центральной зоны. Об этом тоже следует помнить. Если говорить о B-режиме, всем вам известно вот это многообразие метастазов, которые, по сути дела, включают весь набор паттернов очаговых образований в печени, от кистостной структуры до гиперэхогенной, которая будет вам напоминать гемангиому печени, любой очаг априори подозрителен на секундарное происхождение. Поэтому об этом следует помнить. Единственное, конечно, какие-то определенные есть метастазы, которые вы можете достаточно точно сказать, что это метастаз. Вот у вас, например, гипоэхогенный центр, это бычий глаз, да, и наоборот, холло по периферии гипоэхогенной, это мишень. Какие сложности в B-режиме? Меньше 5 мм можно не увидеть. Метастаз, который будет иметь одинаковую эхогенность с окружающей тканью печени, он тоже будет вам не виден, потому что будет теряться на общем фоне изображения. Изменение диффузного характера в печени также формирует определенные сложности выявления очагов. Сложности в визуализации технические. Это 7-8 сегмент. И вот та самая подкапсульная сантиметровая зона, о которой я вам уже сказала. Контрастное усиление. Помогает с достаточно высокой степенью вероятности выявить метастатическое поражение, потому что эта картина имеет характерные особенности. А они заключаются в следующем, что имеется гибоконтрастирование в портальную и позднюю фазу. При этом контрастирование в артериальную фазу может быть различным. Очень ярким, не очень ярким, совсем слабым контрастированием. Но в портальную фазу у вас будет вымывание и у вас будет вывод контраста из зоны интереса. Если схематично изобразить, вот мы с вами видим различные виды гибоконтрастирования с ободком, гипоконтрастированный, но всегда будет отсутствие контраста в портальную и позднюю фазу, что характерно именно для метастаза. Посмотрите, пожалуйста, примеры. Вот два образования. Одно и второе. Специально выбрали такие картинки, которые могут увести в мнение о том, что это доброкачественное образование. Гиперэхогенная округлая. Гемангиома печени. Похоже? Похоже. Контрастируем. Что мы видим? Мы видим гиперконтрастирование в артериальную фазу и вымывание в портальную фазу и в позднюю фазу. Метастаз. Другое образование, пожалуйста, посмотрите. Признаки кисты. Даже какое-то просматривается дорзальное усиление. Подчёркнутость отдалённого контура, анахогенная структура. Капсула, правда, не очень хорошо видна. Что мы видим? Гипоконтрастирование. И всё равно вымывание в портальную фазу. То есть этот признак вымывания в портальную фазу можно считать достаточно чётким. Дифдиагноз с гемангиомой. Похоже на предыдущий слайд. Вот такое же образование. Но это капиллярная гемангиома. Как она будет себя вести в условиях контрастирования? Быстрое артериальное контрастирование от периферии к центру и удержание контраста, потому что по портальной вене ещё контраст пришёл, он держится и задерживается в позднюю фазу. То есть идёт сохранение контраста во все фазы, о которых мы с вами говорили. Узловая гиперплазия. Доброкачественное образование характеризуется наличием центрального узла, в котором находится артерия питающая. И эти септы отходят на периферию. Либо вот таким вариантом, классическим типом, как это спицы колеса описаны, или эксцентричный, когда смещён центр на периферию образования. При мультимодальном обследовании мы с вами видим гипон, достаточно эхогенное образование. Доплеровское картирование. Мы хорошо видим сосуды. И на 20-й секунде контрастирования. Мы с вами чётко опять видим повторение картины колеса. Дальше артериальная фаза продолжается до 35 секунд. Вот мы с вами говорили. Накопление контраста. Накопление контраста и удержание его 120 секунд. Это получается у нас сколько? Две минуты уже. Достаточно долго, чтобы можно говорить о том, что контраст задерживается в этом образовании. Аденома печени. Что это такое? Это тоже доброкачественное образование. Но оно характеризуется интересным строением. Это практически неизмененные гепатоциты. Но что важно, что отсутствуют нормальные питающие сосуды. Кровоснабжение происходит не за счёт ствола какого-то, который идёт к этому образованию, а за счёт мелкой капиллярной сети. Не содержатся портальные тракты и центральные вены. И начинаются сложности с диагностикой. Да, в артериальную фазу идёт накопление контраста. Поскольку портального тракта нет, начинается раннее вымывание. Может появиться неоднородность, ещё большая неоднородность и гипоконтрастирование, что, честно говоря, ставит эту аденому печени в разряд довольно сложно дифференцируемых образований очаговых печени. Резюме. По метастазам. Помним, артериальная кровь пришла. Портального притока нет. И в портальную фазу начинается вымывание. Это метастаз. Теперь мы с вами поговорим о такой грозной патологии, как гепатоцеллюлярный рак, назовём его ГЦР так, потому что встречаются очень часто, ассоциирован с вирусным гепатитом и циррозом. Зоны риска Азия, Южная Африка, Мозамбик. Посмотрите, какая, правда, 2002 год, но встречаемость более 90% на 10 тысяч населения. Что же такое, откуда берётся эта гепатоцеллюлярная карцинома и почему она ассоциирована с циррозом? Всем вам известно, что цирроз – это исход хронического гепатита. Хронический гепатит – это воспаление. Апоптос – гибель клетки. На её месте формируется рубез – фиброзная ткань. Но оставшаяся ткань печени, очаги не погибших печёночных клеток, они трансформируются и превращаются в так называемые узлы регенерации. Эти узлы регенерации могут иметь в B-режиме достаточно различную картину. Изоэхогенные, то есть мы видим как бы неровность контура, но самого образования здесь не видим. Или гипоэхогенные, как в данном случае. Причём, чем больше размер этого узла, тем больше вероятность, что в нём может быть выявлен гепатоцеллюлярный рак. Посмотрите, пожалуйста, при размере до 2 см 70%, больше 3 см – это практически 95% вероятность выявления гепатоцеллюлярного рака. Чем же эти узлы регенерации так неприятны? Тем, что клетка печёночная, которая переходит в разряд дисплазии, она характеризуется большим ядерным полиморфизмом, высоким пролиферативным индексом активности, и это приводит к мутациям, в результате чего и в этом узле регенерации возникает гепатоцеллюлярный рак. И дальше судьба гепатоцеллюлярного рака, она тоже протерпевает определённые периоды эволюции. Это может быть маленькое образование, которое сначала будет подписываться через диффузию, через тужа. Дальше, про которое я вам уже сказала. Потом формируется, инициируется формирование собственной сосудистой сети, которая может быть с небольшим объёмом и с прогрессированием увеличения этого сосудистого рисунка и, так скажем, степень, назовём так, зрелость гепатоцеллюлярного рака. А потом начинаются дегенеративные изменения, если узел становится большим. В нём возникают артериевенозные шунты, зоны фиброза, зоны тромбоза, которые будут влиять, в свою очередь, на кровоток в этом патологическом образовании. А нам это важно, потому что мы будем оценивать именно кровоток в этом образовании. Итак, мы ввели болю с контраста в вену больному, у которого выявлен участок регенерации. Что мы видим в 97% случаев? Мы видим яркое гиперконтрастирование в артериальную фазу. Если опухоль маленькая, то это контрастирование будет достаточно аккуратным, скудным, за счёт того, что кровеносных сосудов ещё не очень много артериальных. Если опухоль больше 5 сантиметров, значит, мы подразумеваем, что это опухоль с генеративными изменениями, в ней появляются пустоты, где нет сосудистых образований, контраст туда не поступает, она будет пёстрая, с зонами неконтрастированными. Появляется вот такая неодинаковая насыщенность с контрастом. И что же дальше происходит с этим изображением в портальную фазу? Касательно гепатоцеллюлярного рака, выделяют как бы стадии раннюю портальную и позднюю. Если гепатоцеллюлярный рак низкой дифференцировки, то вымывание будет наступать быстрее. То есть практически артериальное контрастирование и сразу исчезновение контраста из опухоли. Если опухоль высокодифференцированная, вымывание наступает чуть-чуть попозже. И всегда в позднюю фазу будет отсутствие контраста. Поэтому важным методическим особенностям является продолжение исследования до 5 минут, для того, чтобы вот эту фазу увидеть. То есть вокруг ткань печени еще будет держать контраст, а в этой зоне вы увидите отсутствие контраста. Клинические примеры. Мы видим гиперконтрастирование. В портальной фазе начинается вымывание. И поздняя фаза демонстрирует нам отсутствие контраста в зоне интереса. И еще один вариант. Гиперэхогенный узел. Накопление контраста в артериальную фазу. Поздняя портальная фаза еще держит немножко контраст. И 240 секунд вымылся контраст. При этом, посмотрите, еще окружающая ткань печени держит контраст и демонстрирует хорошее контрастирование. И последний пример. Большая опухоль размером больше 4 см. Мы видим в артериальной фазе контрастирование неравномерное с зонами отсутствия контраста ввиду того, что здесь нет сосудистых образований. И в поздней фазе отсутствие контраста, полное вымывание. Ввиду важности выявления этого заболевания и большой когорты больных с вирусным гепатитом и с циррозом. И распространенности этого заболевания в определенных регионах земного шара разработаны методики или, так скажем, требования, дедлайны, которые позволяют нам справиться со сложностью диагностики этого состояния. Выделена вот такая позиция ЛАЙРАЦ, по аналогии с БАЙРАЦ, ПАЙРАЦ и прочими другими аналогичными методиками. Для чего она представлена? Где она используется? Она используется при наличии факторов риска развития гепатоцеллюлярного рака у конкретного пациента. То есть не все пациенты подлежат этому стадированию, а только те пациенты, у которых есть превходящие обстоятельства. Для чего он нужен? Для того, чтобы улучшить интерпретацию и позволяет негепатологам интерпретировать подозрительные изменения в печени у пациентов. Что же входит в группу риска? Вот здесь представлены все возможные варианты. Это пациенты с циррозом любой этиологии, без цирроза гепатит B у мужчин и женщин азиатского происхождения, без цирроза гепатит B и так далее. То есть все группы здесь подразделены и они описаны достаточно точно. Теперь перейдем к этому алгоритму, который позволяет нам с большей точностью диагностировать гепатоцеллюлярный рак у пациентов группы риска. Начинается с чего? С оценки возможностей визуализации. По сути дела, любое ультразвуковое исследование начинается с оценки возможностей визуализации. Об этом сегодня тоже неоднократно было сказано. Хорошо видно то, что я изучаю, или плохо видно? Почему может быть плохо видно? Точный больной. Расположение, не знаю, метеоризм, который закрывает доступное обследование печени и другие причины. И тогда в случае неудовлетворительной визуализации вы говорите, достоверно оценить не могу. Другие методы лучевой диагностики. Если выявляется в тромб воротной вени, то это, как вы знаете, достаточно часто сопровождает именно гепатоцеллюлярный рак. Но в любом случае, если эта патология выявлена, то это сразу повышает градацию выявленных вашим последующих обследований изменений. Следующее. Однозначно доброкачественное. Накопил контраст очаг, держит портальную фазу, держит в позднюю фазу. Капиллярные гемангиомы. Вы говорите, что это будет у нас ЛАЙРАЦ-1, доброкачественное образование. Если возможно доброкачественное образование, вот эти промежуточные позиции, которые мы с вами описывали при аденоме печени, при гиперплазии печени, не совсем понятно, как вымывается контраст. Тогда вы пишете, что возможно доброкачественное, но тем не менее такой пациент подвергается жесткому динамическому наблюдению. Следующая позиция. ЛАЙРАЦ-М. Что это такое? Злокачественное, подозреваю, но это не гепатоцеллюлярный рак. Что это такое? Артериальная фаза активно копит, в портальную и в позднюю вымывается. Метастаз. Злокачественный, да, но при этом это не гепатоцеллюлярный рак. Если то, что вы видите, не попадает в эту градацию, вы обращаетесь к следующему подробной классификации и следующему алгоритму, который позволяет нам определиться с образованием, которое вы вывели печени. Сюда выведены следующие параметры. Гиперконтрастирование в артериальную фазу. Есть или нет? Как мы с вами говорили, что если опухоль маленькая, то гиперконтрастирования может не быть, потому что нет собственной артериальной сети. Понятно, да? Размер узла. Меньше 2, больше 2. Это критично. Меньше 10 и больше 10. Соответственно, это все увязывается с гиперконтрастированием в артериальную фазу. И дальше признаки вымывания. Если нет признаков вымывания, то мы останавливаемся на градации ЛАРАЦ-3. Если же есть признаки вымывания и есть позднее вымывание, то это сразу возрастает до стадии ЛАРАЦ-5. То есть это, безусловно, гепатоцеллюлярный рак, вероятность высока чрезвычайно. И любая позиция, которая вам встретится в ультразвуковом контрастном исследовании, может быть таким образом размещена в этой таблице, и вы выходите на конкретную позицию с определением стадии или степени вероятности гепатоцеллюлярной карциномы. А в дальнейшем, вы, пользуясь теми же рекомендациями, выполняете алгоритм действия динамического наблюдения этого больного. То есть это непосредственно определение, что с ним делать, если это ЛАРАЦ-5, или какие-то динамические действия, или дополнительное обследование, биопсия, другие лучевые методы, которые позволяют диагностировать это достаточно, не просто достаточно, а просто грозное заболевание. 20-летний опыт использования контрастов, который позволил, в частности, вывести вот эту градацию и алгоритм, связанный с эхоусиленным, эхо-контрастированным ультразвуковым исследованием печени выделением градаций ЛАРАЦ относительно гепатоцеллюлярного рака, он показывает, что он практически имеет те же возможности, что и другие методы лучевой диагностики, и те же сложности. То есть любые образования меньше 2 см, они будут представлять как раз наибольшую сложность для точной диагностики. Но, тем не менее, использование эхо-контрастов в настоящее время принято, по сути дела, как стандарт для обследования больных с хроническим гепатитом или с циррозом на этапах наблюдения с целью раннего выявления узловых образований и оценки их характера именно с помощью этой логистики. Ну и надеюсь, что эхо-контрасты позволят нам сократить поиск диагноза, потери времени на поиск диагноза, а максимально оптимизировать возможности и сроки постановки диагноза. Спасибо за внимание. Продолжение следует...